Добрый вечер, друзья! Мы слушаем Светлану, которая зачитывает вопрос. У меня сложилось впечатление, что правительство США ведет себя по отношению к нелегальной эмиграции так же, как в свое время руководство СССР относилось к мелкому воровству социалистической собственности. Так как экономическая система социализма была несправедлива, то выросло на сумму до 50 рублей социалистической собственности не считалось уголовным преступлением, хотя за украденную копейку с кошелька гражданина уголовная ответственность была. Что получилось, любой помощь, алкоголик, без денег и прочие граждане, у которых не было денег на пропитание, могли зайти в универсал и сделать попытку украсть продукты на сумму до 50 рублей, что они постоянно и делали. Неудавшаяся попытка заканчивалась тем, что они еле не уворованы, а то, что им давали при отбывании административного заключения на 15 суток. То есть получалось, что в лоб, что в волгу с положительным результатом по отношению к желудку. Естественно, также были массовые кражи по месту работы и, так сказать, промышленных товаров. Я знаю знакомых, которые свою квартиру так обставляли разными вещами, стоимость которых на ценнике была не выше 50 рублей со своей работы. Вот и у меня сложилось мнение на основе блогов нелегальных иммигрантов из бывшего СССР, что правительство США вроде не может официально заявить, что мы принимаем всех нелегальных иммигрантов, но фактически делает это, позволяя разными путями в разные сроки нелегальным иммигрантам становиться гражданами США. Ведь один из основных принципов юриспруденции гласит, если был момент нарушения закона, то все остальные действия после чего? После него считаются нарушением закона. А если они связаны с этим нарушением? Переводя на простой язык, если человек живет нелегально в США, то есть уже нарушил закон о пребывании в США, то право на постоянное проживание в США он не может никогда получить, так как изначально нарушил правила проживания в США. С уважением, Виталий. Ну, такой как бы вопрос получается юридический. Ну, да, подтверждение. История вот такая. Так же, как, допустим, я не знал про эти 50 рублей порога в воровстве, но история такая. Так же, как при воровстве до 50 рублей, это как бы правонарушение административное, а если больше 50 рублей уголовное, то же самое в иммиграционных делах, в пограничных. Тоже есть две градации. Тоже есть две градации. Поэтому, значит, одна градация типа хулиганства, а вторая градация уже уголовная. И они как бы сильно отличаются. Значит, есть феллони, это уголовная. И есть мисс Деминер, это такое помелочи. Мисс Деминер, это до года тюрьмы. Хорошка мелочи. Ну, это мисс Деминер. А больше года это уже, значит, совершенно по другой статье идет. И закон к этому по-разному относится. Например, да, например, нелегально человек пересекает границу. Вот он взял, нелегально ее пересек. Это мисс Деминер. Это вот такое, типа мелкого хулиганства. Если его выдворили из страны, да, вот депортировали, а он снова попался на этом, он снова перешел, тогда это феллони. То есть первый раз хулиганство, а второй раз уже, значит, преступление такое, более серьезное. Что касается того, что люди нелегально там что-то, а потом получают, легализуются, становятся гражданами страны, это абсолютно не так. Это абсолютно не так. То есть есть несколько моментов, где можно, например, если он нелегально, но женился, то его можно легализовать. Если он нелегально проник, но воссоединился с детьми, гражданами США, то ему прощается. Это по закону так. Это закон так и написан. Но, в принципе, значит, никакого прощения там нет. И весь смысл реформы, которая иммиграционная, которую пытаются демократы провести, состоит именно в том, чтобы легализовать тех, кто в стране нелегально, потому что так просто они легализоваться не могут. И они говорят, но все равно люди уже в стране, половина из них 10 лет с лишним живет в стране, у них же тут дети, можно сказать, выросли, а они все какие-то странные, подснежники такие, надо их вывести в легальную зону. А республиканцы говорят то, что вот говорит наш зритель, да, они говорят, если ты нарушил, значит, уходи обратно к себе в страну, так? И дальше, значит, давай двигайся по закону, как положено, вместе со всеми в общую очередь. Вот, значит, но республиканцы тоже при президенте Буша хотели эту же самую реформу провести, что сейчас не могут провести демократы, они тоже хотели легализовать нелегальных иммигрантов, потому что иногда легче сделать вот это, чем, например, депортировать их всех там и так далее. Сейчас подсчитали, слышишь, что если предложение Трампа по депортации вот этих 11 миллионов нелегалов осуществить, это будет стоить триллион долларов. Триллион долларов. Поэтому, значит, что получается? Юридические принципы абсолютно не нарушены. Вот то, что наш зритель говорит, что вот не должно так быть, так этого и нету. Этого абсолютно нету. Но есть разные степени. Если вы, например, пытались обмануть иммиграционного офицера, да, например, или вас поймали на каком-то криминале. Вот есть криминал, вот я не знаю, или вы там украли, или что-то, или вы, ну, насчет украли, я не могу точно сказать, ну, допустим, вы там вступили в фиктивный брак, да, и вас разоблачили, то вы уже не можете, вы все. И так далее. Есть очень-очень много нарушений, значит, с которыми вы потом не можете легализоваться. То есть исключено, как бы. А то, что кто-то легализуется по каким-то каналам, это потому, что закон так сделан, закон разрешает. Вы говорите, что нарушен принцип там юридический, что если тут есть, значит, там не должно быть. Но закон так построен, что некоторые нарушения, некоторые нарушения прощаются, а некоторые не прощаются. И они не вообще прощаются, а только в определенных ситуациях. Поэтому должен адвокат это все разбирать. Ну, да, обычно этим занимаются адвокаты. Простой человек просто не в состоянии. Бывает, что люди более продвинутые, сами что-то делают. Это отдельная история. Но это целая область права, и, в общем, я бы так сильно не набрасывался на доброту, значит, американской системы в ее отношении к нелегальным иммигрантам. Потом, понимаете, есть две большие разницы между нелегалом, который нелегально пересек границу, так, что такой, скажем, мисс Деминер. А есть еще нелегал, который въехал официально, но просрочил, например, время пребывания в стране. И согласитесь, что просрочить время, скажем, не уехать из страны вовремя, это совсем не то же самое, что нелегально границу перейти. Это два фундаментально разных нарушения. Да. Что, Света? Ну, и тем не менее. Так фундаментально разные, по сути, одно и то же, что один нелегально, что другой нелегально. И тоже, если он вовремя не уехал, он тоже находится в нарушении статуса. Он, безусловно. И тоже ему легализоваться не так просто. О, нет, он должен тоже, он должен либо на политику подать в течение первого года, либо он должен жениться, либо он должен воссоединиться там с детьми, там, и родителями, и так далее, конечно. Но я просто что хочу сказать, что степень нарушения все-таки разная. Перейти там через Рио-Гранде, понимаешь, там через речку со шмотками там, это совсем не то же самое, что въехать официально. Конечно, один не ушел, потому что у него виза кончилась, но он не ушел, а другой не ушел. Так у него никогда визы и не было. Все-таки очень разные вещи. Ну что, мы благодарим нашего зрителя за хороший вопрос. И поскольку, как вы видите на экране, мы прибыли по месту назначения, значит, мы с вами прощаемся. Счастливо!